Сегодня у всех прекрасное настроение. Понедельник, мы вышли на улицы, и по всем улицам наших городов идут счастливые люди. Все улыбаются. Снова победила с большим успехом одна партия. Партия правительственная. Люди в восторге просто, понимаете. Уже 20 лет эта партия на Олимпе, и каждый раз добивается невероятных успехов, и ее кандидаты везде. От любого самого низкого поста до высокого. Рвать меня тянет, когда я так говорю, понимаете. Это идиотизм, блядь. Это страна, где черт знает что вообще, дикость какая. И ситуация везде ухудшилась. Везде провал всех партий. Премьер-министров, президентов. А в России давай. Успех. Успех. Ведь какой банкет у них был. Праздник. Сторонники Единой России вышли на улицы всех городов. Всю ночь везде карнавалы, оркестры, праздники. Все оппозиционные партии выборы признали и тепло поздравили партию-победительницу. Ни разу ни одна партия не признала выборов. Ни разу, ни разу не поздравила так называемую партию-победительницу. Вот семимильными шагами идем к белорусскому варианту. И они не понимают. Им все заслало. И глаза, и ум, и уши. Все заслало. Остановитесь. Белоруссия вся вышла на улицы. Хабаровск вышел. Нет. Все. За 70%. Ужесточение условий для участия в выборах говорит о том, что партия власти боится. Она проигрывает. И она проиграет с треском. Хуже, чем в Белоруссии. Люди выйдут все и с ненавистью будут прощаться с такой партией. Ну зачем? Ведь это же показатель. Раз вы убираете партийные списки, вы боитесь, что партийным списком будут набирать голоса другие партии, а не вы. И мы медленно, а иногда быстро, идем к белорусско-хабаровскому варианту. Поэтому неприятно. Неприятно. Я уверен, что само Единой России неприятно. Они выходят в ночь подведения итогов и с фальшью в голосе говорит. Народ нам оказал доверие. Партия достигла, добилась успеха. Но нельзя останавливаться. Надо немедленно уже сегодня браться за выполнение наказов избирателей. А вы их выполнили? Где ваше удвоение ВВП? В начале века вы обещали. К 10-му году. Где ваше, так сказать, выполнение программ, намеченных на 20-й год? Вы их перенесли на 30-й. 30-й на 40-й. За 20 лет можно было решить проблему дорог? Можно. В Германии за 5 лет решили. В Турции везде 5-7 лет. 20 лет не можете решить. С жильем можно решить? Такого количества пиломатериалов нет нигде. Не решили. То есть ни одна проблема не решена. Сейчас вот есть препарат, прививка против коронавируса. Обращаюсь я, чтобы всем депутатам, аппарату, дайте нам 100, 200, 500, тысячам. Ничего не дают. Так у вас же есть. Вы уже обещали Белоруссию, обещали в Казахстан, обещали Мексике. Вы что? Так вы нам скоро дайте. Даже в Москве не даете. Даже депутатам не даете. И последнее. Наша свободная пресса, политологи, никто никак не заметил наше посещение Лефортова. Мы два закона приняли. В одном четко написано. Депутаты Госдумы имеют право беспрепятственно посещать любые изоляторы и тюрьмы. Любых заключенных. Второй закон мы еще больше усилили. Депутаты Госдумы без специального разрешения имеют право посещать. Что вы думаете? Приезжаем в Лефортово. Он говорит, я вам не разрешу. Как он имеет право? Мы же приехали уже. Ты же знал. Мы подупредили. Мы дали списки. Не обязаны. Мы не обязаны давать даже списки. Мы вам заранее списки дали. Никто не отреагировал. Ни одна газета, ни один радиотелеканал. Ну, что вы хотите, что если мы внутри разрешаем депутатов бить по морде и водить мордой облавку? Значит, весь мир нас поливает грязью, на нас клевещет. Потому что мы внутри у себя ничего не можем сделать. Депутаты Госдумы ничего не могут сделать. Мы никто в этой стране, они, господа, засели в кабинетах власти. И плевать, какие депутаты пошли их куда подальше. При сыре было больше порядка. И при советской власти. Вот им сегодняшние порядки. 14 сентября 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин